Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я врач компании «Арчеваса» и «Велина Литвин». Мы продолжаем разбирать вопросы, связанные с патологией флорорганов. И сегодня тема нашего вебинара, как вы видите, это аллергический стринит и вазомоторный. Ну, как обычно, перед тем, как мы будем разбирать непосредственно те патологические процессы, которые происходят, мы назовем основные функции, которые выполняет полость носа. Вот здесь, как раз на представленном слайде, мы видим, что из себя представляет полость носа, что два носовых хода, которые посредственно сообщаются с окружающей средой и проводят воздух через два отверстия, это ханы, и сообщение с верхним отделом, который имеет название носоглотка. Итак, функции, которые выполняют полость носа. Прежде всего, это, конечно же, дыхательная функция, и все мы знаем, что наиболее физиологичным является носовое дыхание, потому как поступление воздуха через нос способствует тому, что воздух и согревается, и очищается, и увлажняется. Далее, значит, полость носа, какие функции еще выполняют? Конечно же, это функция обоняния, так как здесь находится рецептор обонятельного анализатора. Это защитная функция, то есть местный иммунитет, и, конечно же, это резонаторная функция, то есть полость носа принимает участие в формировании голоса, в включении голоса. Итак, значит, в полости носа выделяют три носовых хода, это верхний, средний и нижний, через которые как раз и выводят. Полость носа покрыта слизистой, слизистая имеет большое количество кровеносных посудов, выполнена особым эпителем, который как раз и выполняет, ресническим эпителем, который как раз и выполняет конструкцию, которые мы сейчас перечислили. Итак, первая нозологическая форма, которую мы сегодня разбираем, это аллергический ренин. Что такое аллергический ренит? Ну, вы видите, это воспаление слизистых носов, и причиной этого воспаления является аллергическая реакция. Давайте посмотрим некоторые статистические данные. И оказывается, что аллергический ренит – это очень распространенная патология среди населения, как во всем мире, так и непосредственно в нашей Российской Федерации. Вот, посмотрите, показатели страдающих ренитом, аллергическим в России, они практически не расходятся с показателями по всему миру. То есть примерно где-то, если брать, да, по верхней границе, примерно четверть населения, как Земли, так и каждый четвертый житель России страдает в той или иной степени аллергическим ренитом. Таким образом, проблема довольно-таки широко представлена, да, и, соответственно, имеет свою актуальность. Итак, аллергический ренит – вот такая группа мозологическая, в которой выделяют все-таки два вида аллергических ренитов. Первый аллергический ренит имеет сезонный характер. Что значит сезонный характер? То есть патологические проявления, которые вот выпекаются в кризистое носа, они затрагивают определенный сезон года. Как правило, этот сезон года связан с цветением каких-либо растений. И мы сейчас про это поговорим. То есть по-другому еще аллергический ренит, он называется, как-то принято было более в раннее время называть, сенная лихорадка. Называется он еще также поленоз, или аллергический ренит. Это аллергия на какой-либо вид кризисы. А также есть аллергический ренит, который, ну, никак не связан с сезонностью годовой и может проявиться в любое время года. То есть это круглогодичный ренит. Здесь в качестве аллергена выступают так называемые бытовые аллергены, которые сопровождают нас в течение всей жизни, в течение всего года. Ну и самыми такими распространенными аллергенами бытовыми является домашняя пыль. Это, соответственно, животные, которые нас окружают, различные продукты питания, то есть говорить уже о пищевой аллергии. Вот мы сегодня остановимся на этих ренита. Итак, вначале мы поговорим о рените, который имеет аллергическую природу. То есть аллергический ренит или сенная лихорадка. Итак, мы продолжаем. Давайте мы вернемся к тому слайду, на которой мы остановились. Итак, вначале мы говорим с вами об аллергическом рените, то есть по-другому сенная лихорадка. И вот как раз сейчас перед вами слайд, на котором отображено все, что касается этого заболевания. То есть причины, симптомы, непосредственно сам патогенез развития этого заболевания, которое мы сейчас и обсудим. Итак, причины сенной лихорадки. Это, соответственно, тот период, когда происходит цветение тех или иных растений. Растений, конечно же, огромное количество, но не все растения вызывают аллергию. И существует, ну, так будем говорить, несколько десятков растений, которые могут вызывать аллергический процесс. Это как раз цветение березы, ольхи, это сиренья, дуванчик, амброзия, полынь. Вот те растения, которые чаще всего вызывают аллергический процесс. Какова причина? Вернее, как развивается это заболевание? Пыльца, которая поступает при дыхании в полость носа, она выступает в качестве аллергена. И непосредственно на этот аллерген, как на чужеродный агент, организм начинает защищаться, начинает активированные системы. И, соответственно, появляются определенные антитела. Слайды со 2 по 4 не были видны. Итак, ну, давайте тогда в связи с техническими, так скажем, неполадками. Вот у нас слайд, который показывает строение полости носа и говорит о том, что такое аллергический ренит, что это воспаление слизистой носа в результате аллергической реакции. Здесь мы указали статистические данные и сказали, что примерно четверть населения России, точно так же, как примерно четверть населения всего земного шара в той или иной степени страдает аллергическими проявлениями. связанные вот именно с аллергическим ренитом. Дальше два вида аллергических ренитов. Это ренит сезонный, аллергический и круглогодичный. Сейчас мы говорим о сезонном аллергическом рените, то есть рените, когда аллергическая реакция связана с цветением определенных растений. патогенез, когда происходит образование антител к тем антигенам, к тем аллергенам, которые проникают в полость носа. И, соответственно, это приводит к активации так называемых тучных клеток. Но мы подробно еще сегодня на этом остановимся. Есть слайды, которые будут немножечко дальше. И тучные клетки начинают вырабатывать такое вещество, и вот как раз гистамин, он является причиной всех тех реакций, всех тех симптомов, которые будут при аллергическом рените. Итак, хотелось бы несколько слов сказать о тополином как бы принято такое мнение. Считается в основном, что вот когда начинает появляться тополинный пух, это как раз где-то июнь месяц, то как раз всплеск всех аллергических реакций, в том числе и аллергических ренитов. Но нужно сказать, что тополинный пух, он в силу своего размера он не может проникать в дыхательные пути и значит сам по себе он не может быть аллергеном. То есть тополинный пух мы исключаем из того перечня тополь, да, цветение тополя, исключаем из того перечня растений с аллергенами. Но почему же все-таки с появлением тополинного пуха возрастает число аллергических проявлений? Потому что тополинный пух он является как бы площадкой для переноса различных видов пыльцы. Мелкая пыльца осаждается на тополинный пух и соответственно может распространяться на определенные расстояния. и поэтому именно вот цветение тополя как раз и связывают с обострением аллергических процессов. То есть он выступает как в качестве переносчика различных аллергенов. Ну давайте посмотрим на следующий слайд. Если взять и в рамках то здесь мы выделяем три основных периода цветения растений с пыльцой. то есть выделяние аллергических процессов то есть ринита. По группам разбито в этой таблице мы видим первое это деревья. Деревья которые начинают активно цвести это где-то конец апреля начало мая. Это один всплеск аллергических проявлений. Что это за деревья? Тут береза ольха клен тополь здесь указан в полинокривной спорте транспорта различных аллергенов. Период это другая группа растений это злаковые растения. Злаковые растения активность их цветения это конец мая начало июля то есть довольно продолжительный период. Что сюда относятся? Это рожь пшеница овес это пырей значит ячмень тимофеевка вот этот период тоже вызывает всплеск аллергических проявлений. И третья группа растений это сорные растения. Посмотрите сорные растения период их цветения конец июля начало сентября. Что сюда относятся? Какие представители? полынь, амброзия, лебеда. То есть если говорить о сезонности то этот период посмотрите он захватывает период от начала осени с определенной сменой начинают выступать и лени. у некоторых людей выявляется аллергия на цветение какого-то конкретного растения. То есть лезонность проявляется где-то в мае, у кого-то это ближе к сентябрю. Но есть еще наибольший вариант развития этого процесса, когда могут быть несколько сенсибилизируют организм в различные периоды. то есть это менее благоприятный вариант развития. Итак, посмотрите, аллергия к пыльце сама по себе может стать как пусковым моментом, как определенным толчком к развитию грозных проявлений аллергических вплоть до развития отека клинки. Острая аллергическая реакция, которая может закончиться даже летальным исходом. Аллергия к пыльце может стать причиной развития бронхиальной астмы, либо обострения бронхиальной астмы, если при аллергическом арените страдают активно и приступ мигрения и даже есть такой вариант проявления появления очагов гипервозбудимости в структурах тентральной нервной системы. Если пыльца попадает в желудочный кишечник вместе, то возможны различные наружно-желудочно-кишечные тракты, такие как тошнота, рвота, боль в животе. А также развитие астмы, главное, то, что формируется иммунный ответ, это может привести к тому, что местом атаки этого аллергического процесса могут стать суставы и могут такие явления боли в суставах. Итак, при аллергическом рените буквально несколько слов о патогенезе. На проявление аллергена иммунная система отвечает и начинается синтез специфических иммуноглобулинов, это антитела, и аллергическое ление иммуноглобулинов класса Е. И когда происходит взаимодействие с непосредственно вот с антителами, то точные клетки, они подвергаются дегрануляции и гистамин. А вот уже гистамин действует, ну, как правило, на сосудистую стенку, и в результате этого повышается проницаемость сосудистки, в результате чего мы увидим отек и увидим образование слизи. То есть мы сейчас таким образом выходим на клинические проявления аллергического ринита. Ну, вот здесь схематично изображено, как проникает аллерген, как он соответственно взаимодействует с бета-клетками, происходит образование синтез иммуноглобулинов класса Е. Иммуноглобулины класса Е, они атакуют тучную клетку, вот посмотрите зернистость, ничтое на кистамин, и это способствует выбросу гистамина. Вот как раз здесь все это и показано. Таким вот образом гистамин выбрасывается из тучных клеток и оказывает свое воздействие, ну, как правило, на сосудистую стенку. Какие симптомы будут наблюдаться при аллергическом рините? Ну, прежде всего, да, что все знаем, это выделение из носа, то есть насморк, что выделяется? Ну, как правило, либо это водянистое, либо слизистая отделяемая. Значит, соответственно, наблюдается слезотечение, наблюдается отечность глаз. Почему? То, что у нас вырабатывается слезными железами, она, червя голглаза, через слезное отверстие, она в норме должна спускаться в полость носа, нижний носовой ход. Теперь давайте представим, что возникает отек слизистой и, соответственно, вот это вот сообщение слезоотделения, оно тоже будет нарушаться. Воздействие аллергенов на слизистую не только выделение из носа, но и, соответственно, и слезотечение, отечность глаз тоже будут при аллергии. Далее, местные проявления, это какие? Это, конечно же, зуд, ну, прежде всего, в носу, в горле, соответственно, может появляться даже вебинаре, мы говорили о связи носоглотки непосредственно со средним ухом. И вот это вот приводит, конечно же, к чиханию. Но нужно сказать, что чихитный рефлекс на что-то, так скажем, некомфортное, инородное, что появляется в полости носа. И путем чихания организм пытается избавиться от того, от этого ненужного, что теперь находится в носовой полости. Такие вот основные проявления аллергического ренита, да, сезонного. Теперь давайте посмотрим, как это диагностируется. Диагностируется при помощи так называемых аллергопроб. точно и, так скажем, современный метод исследования. То есть, если человек замечает на протяжении длительного мая, у него начинаются аллергические проявления, да, то есть, закладывает нос, из носа массивно отделяется слизистая, отделяемая, значит, соответственно, он чихает, то, ну, как бы, напрашивается ответ, что на что-то, что в это время происходит какая-то аллергическая реакция. соответственно, назначаются аллергические пробы, так называемое кожное тестирование, когда подкожно определенное количество аллергена и затем происходит через определенное время рассматривается реакция, которая на тот или иной аллерген, таким образом точно устанавливается причина аллергии. А установить причину аллергии, это, ну, как бы, очень важно, потому как, соответственно, знаем уже непосредственно, как бороться с этим заболеванием. Итак, сейчас мы про аллергический ренитезон, антипедичный. Чем он вызывается? На первом месте среди факторов, способствующим развитию аллергии, конечно же, это пылевые клещи. На них хотелось бы подробно остановиться. Что такое пылевые клещи? Это клещи, которые окружают нас везде и всюду. Они есть абсолютно у каждого из нас дома. Они есть у нас на рамках. где они находятся? Они находятся в пыли, поэтому они называются пыль. Есть везде. Даже если вы убираете ежедневно, конечно, соответственно, пыли будет меньше, клещей будет меньше, но тем не менее, они все равно присутствуют. Они живут в постельном белье, они живут в коврах, в мягкой мебели. Они скапливаются в книгах, так называемая книжная пыль. Они скапливаются в домашние пыли, там они находятся постоянно. Чем они питаются? Они нужны в этом плане, они никакого вреда не приносят человеку, а питаются частицами эпидермиса. Каждый день случивается определенное количество клеток эпидермиса. Кожа постоянно обновляется и наружный роговой слой он слущивается. Вот эти частицы эпидермиса мы не видим, это не видно, глазом этого не замечаем. И вот этот слущенный эпидермис, он тоже является частью нашей бытовой пыли, которая соответственно вот этим частицами эпидермиса и питается комфортными условиями для их пребывания, для их жизнедеятельности являются теплые помещения с очень высокой влажностью. В чем опасность, которую они доставляют человеку? Они выделяют продукты своей жизнедеятельности. Продукты жизнедеятельности, которые называются фекальные шарики, они являются очень сильными аллергенами. Представляете, вот эта пыль, которая поднимается в воздух, которая находится у нас в одеялах, пользуем постоянно, дети, которые играют с мягкими игрушками, соответственно, там находятся продукты жизнедеятельности щей. И мы этим ежедневно, можно сказать, ежеминутно, постоянно дышим. Соответственно, вот этот аллерген, он попадает к человеку через дыхательные пути. И у кого-то он вызывает аллергическую реакцию, у кого-то он не вызывает аллергическую реакцию. И вот хотелось бы сказать, что мы все сталкиваемся с этими пылевыми клещами, но существует определенная градация по концентрации этих клещей в пыли. Так вот, считается, если в одном грамме домашней пыли насчитывается до 100 особей этих пылевых клещей, то такая концентрация считается опасная пыль число клещей в одном грамме домашней пыли превышает уже будет провоцирующим фактором для развития и обострения аллергических реакций и аллергические обострения других каких-то более серьезных аллергических проблем, допустим, приступов бронхиальной астмы. Вот здесь как раз на слайде вы видите наглядно, где, что буквально везде. То есть очень важно выявить аллерген. Если аллерген выявлен, то самым оптимальным способом борьбы является исключить контакт с этим аллергеном. Как исключить? Сейчас будем говорить о некоторых методах профилактики. Если это касается сезонной аллергии, то, как правило, рекомендуют таким пациентам на время, если это возможно, уехать из этого региона, где происходит цветение того или иного растения. Либо по сети выход на улицу. Какие-то определенные данные двери, если в этот период аллерген исключить контакт с аллергенами. Дальше. Мы, конечно, не называем конкретно, но существуют такие препараты, которые являются барьерами. То есть определенные аэрозоли, которые наносятся на слизистую носа и создают определенный барьер, непосредственно контактный метод воздействия и предотвращают влияние аллергена на слизистую носа. Ну и также очень эффективным способом борьбы с аллергией является промывание носа. Промывание носа это механическое удаление аллергена. На этом мы тоже сегодня еще остановимся. Профилактики мы можем сюда отнести. Конечно же поддержание без пылевого режима в доме. Но мы сейчас сказали, что это практически не возможно. регулярная влажная уборка сокращает количество домашней пыли и соответственно пылевых клещей. Если в доме есть аллергик, если это ребенок, то по возможности из дома нужно убрать все ковровые покрытия, потому что это жизнь пылевых клещей. Поверхность должна быть пола такая, чтобы ее очень можно было убирать влажной уборкой. По возможности сократить игрушки мягкие. Не должно быть их в доме огромное количество, потому что это установка кондиционеров. Кондиционеры пыльцы, спор грибов в помещении являются профилактическим способом борьбы с домашней пылью и с наличием аллергенов. Хотелось бы остановиться, что существуют и методы борьбы с аллергическими проявлениями, с аллергическим ринитом, и к этому методу относится так называемая специфическая иммунотерапия аллергенами. Что это значит? Это как бы пивка. Значит, смотрите, организм вводится подкожно, вот здесь как раз это все продемонстрировано, минимальное количество причинного аллергена, то есть были проведены кожные аллергопробы, выявлен конкретный аллерген и соответственно назначается специфическая иммунотерапия, то есть этот аллерген вводится в организм человека и в определенной схеме, то есть концентрация его все время увеличивается и как при вакцины в организме вырабатывается иммунитет, то есть вырабатываются защитные ну при встрече с аллергеном будут непосредственно защищать организм человека от развития аллергенита. и вот этот способ терапии он очень эффективен если аллергия выявлена какому-то одному аллергену, то есть моноаллерген. Если же аллергенов несколько, то есть имеется такая политропность, то соответственно эта специфическая иммунотерапия она становится не так эффективна. теперь мы непосредственно уже коснемся методов воздействия или методов терапии, которые применяются при охорадке. Давайте посмотрим. Значит конечно же мы говорим сейчас о фитотерапии. Фитотерапия специальные травы, которые так и называются очищают носовые пазухи. Проходимость носовых хотов очищают носовые пазухи. Вот эти травы их еще в голову. Мы говорили на вебинаре который был посвящен что нос это непосредственно вход или дверь к мозгу. соответственно если заложен нос страдает носовое дыхание нарушается поступление кислорода и соответственно мы говорим что нос это непосредственно дверь к головному мозгу. Поэтому главное что нужно восстановить носовое отвары трав которые как раз с этим справляются. за какие отвары трав самые известные распространенные травы как эвкалипт лавровый лист но нужно отдельно отметить аллергические проявления аллергические риниты у представителей питотипа для представителей питотипа нужно обязательно в эти отвары добавить и травы так называемым кровоочистительным действием. Что к этим травам относится? Это эхинаклопух соответственно отвары таких трав способствуют восстановлению носового дыхания. Дальше что еще можно посоветовать? Можно посоветовать использовать масло и обрабатывать им смазывать эфирными маслами определенные области. Какие? Прежде всего это основание носа и височные области. Но ни в коем случае эти эфирные масла нельзя наносить на слизистую. То есть если мы используем камфорное масло а оно очень эффективно для восстановления носового дыхания потому как оно еще и увеличивает прану то ни в коем случае не нужно чтобы это масло попадало на слизистую носу. То есть только на кожу в области висков и в области основания носа. Смотрите это камфорное масло это может быть ментоловое масло опять же эвкалиптовое и на эти области можно еще так скажем применять аппликации в виде пасты из имбиря. Теперь давайте перейдем к следующему патологическому процессу который также затрагивает слизистую носу и вызывает там отечность это вазомоторный ренит вазомоторный слово регуляции тонуса кровеносных сосудов носовых раковин. То есть по каким либо причинам тонус в сосудах нарушается и сосуды они становятся более полнокровными и через стенку этих сосудов происходит пропутевание жидкости. Давайте посмотрим тот слайд который вы сейчас видите перед собой. Здесь вы видите две ситуации. Первая ситуация когда совершенно нормальное состояние нижней здесь нарисована нижняя носовая раковина. Посмотрите как выглядят схематично сосуды нижней носовой раковины. И при таком тонусе сосудов при таком просвете сосудов вот так вот выглядит сама носовая раковина нижняя носовая раковина. Теперь посмотрим что происходит при непосредственно вазомоторном рените. кровеносные сосуды у них тонуса нет то есть такого тонуса уже нет тонус нарушен. Сосуд увеличивается в диаметре расширяется а значит соответственно увеличивается проницаемость сосудистой стенки. И что мы видим происходит увеличение носовой раковины ее отечность и если сравнить здесь проходимость носового прохода движения воздуха и здесь то мы видим что при вазомоторном рените при таком выраженном отечном синдроме нарушается опять же носовое дыхание. Трудно дышать носом когда воздуху нужно пройти через вот такое щелевидное пространство. Итак вазомоторный ренит это одно из проявлений вегетососудистой дистонии заболевание которое очень широко распространено и многие про него знают то есть что это за патологический процесс вегетососудистой дистонии это дисфункция вегетативно-нервной системы то есть той системы которая регулирует работу всех наших внутренних органов которую мы как раз разбираем и опираемся на ее функциональную оценку при работе на АПК Ведопульс то есть вегетативно-нервная система она включает в себя два отдела с одной стороны это симпатическая регуляция с другой стороны парасимпатическая регуляция так вот дисфункция нарушения работы правильного соотношения этих двух отделов приводит к вегетососудистой дистонии а это заболевание оно очень многогранно оно проявляется самыми различными симптомами то есть что это может быть это могут быть различные кардиологии боли в сердце это может быть головокружение это может быть снижение артериального давления непонятный подъем артериального давления это нарушение психоэмоционального состояния нарушение сна то есть это могут быть приступы повышенной возбудимости нарушения кровоснабжения допустим периферических отделов участков тела которые сопровождаются тем что у человека постоянно холодные допустим кисти или ступни ног таким образом вот вазомоторный ренит это одно из многогранных проявлений вегетососудистой дистонии связано еще раз хочу сказать с дисфункцией вегетативной нервной системы каковы симптомы вазомоторного ренита нужно сказать что здесь какую-то причину знаем но мы не можем здесь установить причинно-следственную связь в том плане что вот этот фактор он может способствовать обострению вазомоторного ренита периодически независимо независимо ни от чего может появляться заложенность носа и нарушение носового дыхания это может случиться так скажем в любом месте да в любое время и так далее то есть произошла смена климата поехали отдыхать вазомоторный ренит в горизонтальном положении очень часто наблюдается увеличение отечности тоже это проявление вазомоторного ренита выполняете какую-то физическую нагрузку тоже закладывает нос и так далее то есть какой-то вообще может быть вообще не связан ни с какой причиной вот это вот заложенность носа заложенность носа бывает не с двух сторон она бывает как правило односторонняя то есть бывает закладывает правую половину левая дышит и наоборот выделение из носа конечно же они имеют опять же такой вот водянистый или слизистый характер прозрачное отделяемое и что человек говорит о том что по задней стенке глотки постоянно стекает слизь слизистая отделяемая выделяется и стекает по задней стенке глотки в состоянии покоя меняется конечно голос то есть мы говорим носовая полость принимает участие в резонаторной у нее функции есть нос заложен носовое дыхание страдает конечно появляется гнусавость их страдает обоняние то есть человек с трудом различает какие-то запахи и от этого конечно тоже испытывает определенный психоэмоциональный дискомфорт конечно же чихание вот это вот раздражение слизистой носа приводит к чиханию такие вот проявления вазомоторного ринита но вазомоторный ринит он имеет свои осложнения какие ну прежде всего если такая вот выраженная отечность слизистой носа то нарушается сообщение между полостью носа и придаточными пазухами соответственно это может привести к развитию синуситов гайморитов рентитов то что мы не так давно разбирали дальше нарушается носовое дыхание нарушается поступление кислорода головному мозгу соответственно что страдают когнитивные функции то есть внимание концентрация внимания она будет нарушена если говорить о детском возрасте то это будет сказываться и на процессе обучения во сне это может привести к коротковременной остановке дыхания ну и соответственно к кислородному голоданию ну как правило при вазомоторном рените люди очень активно используют сосудосуживающие капли да действительно действие сосудосуживающих препаратов основано на том что мы видели да как увеличивается просвет сосудов сосуды суживаются соответственно пропутевание через стенку жидкого содержимого оно уменьшается и восстанавливается носовое дыхание да действительно это так но опасность длительного применения сосудосуживающих препаратов оно так скажем чем опасно тем что происходит привыкание к ним привыкание и возникает определенная ну зависимость при привыкании эти препараты уже не действуют и тогда человек переходит на какие-то более серьезные препараты увеличивается их доза то есть постоянно живет с этими сосудосуживающими препаратами а это уже приводит к вазомоторному медикаментозному риниту то есть понимаете как это порочный круг и соответственно постоянное изменение слизистой при вазомоторном рините приводит к тому что происходит изменение структуры слизистой то есть наблюдаются морфологические изменения которые будут уже называться как гипертрофический ринит то есть необратимое увеличение ткани носовых раковин увеличение ткани да то есть изменяется морфология изменяется структура а здесь уже как вы понимаете сосудосуживающие капли будут помогать очень-очень незначительно профилактика вазомоторного ринита одно как бы вытекает из другого то есть мы видим что нужно очень с большой осторожностью подходить к применению сосудосуживающих капель по делу и без дела их себе в нос не закапывать потому что существуют другие способы воздействия при отеке слизистой и поэтому не нужно допускать привыкания к постоянному применению сосудосуживающих препаратов так как они потом вообще прекратят оказывать какое-либо действие дальше значит если мы говорим что вазомоторный ринит это нарушение или говорим что это дисфункция вегетативной регуляции то соответственно если есть какие-то определенные нарушения то их нужно вовремя выявлять и лечить ну и конечно же всем известно что все заболевания от стрессов поэтому стресс возбужденное состояние психоэмоциональное тоже способствует обострению вот этих вот вегетососудистых дисфункций по их проявлению в виде вазомоторного ринита на что направлены лечебные мероприятия при вазомоторном рините ну конечно же на восстановление проходимости носовых ходов для того чтобы восстановить нормальное дыхание и соответственно какие есть методы воздействия ну прежде всего мы говорим сейчас о физио воздействии о физиотерапии это комплексное воздействие лазера есть лазеротерапия и магнитотерапия и вот ну либо по отдельности либо совместное применение этих физиотерапевтических методов воздействия они улучшают процессы трофические слизистые носа и тем самым способствуют восстановлению носового дыхания далее это постоянное промывание носовых ходов с использованием самых простых солевых растворов это может делать абсолютно каждый человек в обычных домашних условиях то есть гипертонический раствор который используется для промывания носа он способствует восстановлению движения воздуха через носовые ходы дальше это конечно же определенные способы седации то есть мы говорим о применении определенных успокаивающих препаратов для того чтобы снизить повышенную возбудимость центральной нервной системы то есть многоходовое направление в лечении вазомоторного ринита ну и совсем уже когда ничто не помогает стоит вопрос о хирургическом лечении вазомоторного ринита ну как способ тоже имеет место да и существует если мы немножечко обратимся непосредственно к аюрведическим моментам то вот такой вот слайд ну кто был на вебинаре посвященным синуситом уже видели но так как мы сегодня говорим о проблемах тоже связанных с полостью носа да воспалительных процессах либо аллергического характера либо вот вазомоторный ринит сейчас разбираем то одним из способов коррекции этих состояний является промывание носа и в аюрведе существует такая процедура которая называется НАСИА когда лекарственные препараты вводятся непосредственно через нос и различные лекарственные препараты это травы это могут быть различные масла которые будут способствовать уменьшению отечности и вот еще раз давайте посмотрим что нос это дверь которая идет к мозгу а соответственно правильное носовое дыхание и проходимость носовых ходов да вот восстанавливают эту связь с головным мозгом все время мы говорим о промывании носа самое простое самое эффективное так скажем воздействие которое можно проводить дома подручными средствами но есть уже готовые так скажем к применению устройства это вот долфин посмотрите может быть многие из вас знают что непосредственно здесь есть и сам инструмент да этот вот бутылочка и пакетики с различными смесями это есть и солевое содержимое в этих пакетиках мы говорим промывание носа солевыми растворами а есть специальные компоненты которые обладают противоаллергическим действием регулярное промывание носа оно способствует устранению симптомов и аллергического ринита и снятию отечности при вазомоторном рините если говорить также о других средствах лечения вазомоторного ринита то это применение капель для носа но это капли посмотрите они на растительной основе применяется сок свеклы отжатой тертой свеклы закапывается по 2 капли в каждую ноздрю либо используется сок березы сок березы можно также закапывать а можно его и пить дальше можно использовать капли сока отжатого колонхоя извините ну и помимо я скажем ну водной основы можно применять еще и маслянистую основу то есть можно закапывать ментоловое масло вот это все и сок свеклы и сок березы и колонхоя и ментоловое масло способствуют тому что укрепляют слизистую сосудов носа и кровеносных сосудов носа и тем самым уменьшают пропотевание жидкого содержимого и все это в итоге приводит к снятию отечности далее что еще можно использовать и порекомендовать вот при вазомоторном рините это массаж массаж носа такое локальное воздействие значит применяется для того чтобы удалить слизь удалить вот это слизистое содержимое восстановить носовое дыхание проводится пальцевой точечный массаж посмотрите вращательные движения по часовой стрелке массируются точки которые находятся в центре переносицы и у основания в крыльях носа можно использовать просто точечное пальцевое воздействие а можно использовать также еще и масло для вот этого точечного массажа здесь вот рекомендуют лавандовое масло но опять же мы работаем с точками воздействуем на нос очень близко расположены глаза поэтому не нужно допускать чтобы это масло попадало на слизистую глаза потому что обладает раздражающим действием вазомоторный ренит очень хорошо будем так сказать подвергается да красивое слово значит эффективно при лечении вазомоторного ренита использование рефлексотерапии и ну как вы прекрасно знаете это воздействие на биологически активные точки точечное воздействие и непосредственно несколько курсов рефлексотерапии приводит к ослаблению и устранению симптомов вазомоторного ренита ну и как вы знаете что в АПК видопульс есть вкладка которая называется традиционная китайская медицина и соответственно здесь есть раздел который называется рефлексотерапия и вот здесь можно выбрать заболевание непосредственно да вот мы выбираем вазомоторный ренит и конкретно для каждого человека появляется рецепт с указанием точек на которые нужно воздействовать в течение определенного количества времени рецепт предлагается на 4 дня затем этот рецепт можно также и повторять несколько циклов можно проводить опять же как пальцевое воздействие а также можно оказывать воздействие на биологическую активную точку лазером при помощи уже веда лазера активно при лечении вазомоторного ренита используется такой способ как аромотерапия аромотерапия посмотрите что здесь применяется из масел на первом месте это масло эвкалипта почему потому что оно обладает выраженным противоотечным действием то что нас при вазомоторном рените больше всего беспокоит помимо этого масло эвкалипта обладает противовирусной и антибактериальной активностью как его использовать вообще аромотерапию с использованием эвкалипта масло эвкалипта можно не только при вазомоторном рените но и вообще при любом насморке использовать посмотрите несколько капель 6-8 капель добавляются в 500 ну где-то пол литра пол литра горячей воды от кипятка ну можно очень горячей воды и соответственно можно это вдыхать как аромоингаляцию проводить это примерно продолжительность 10 минут а также можно масло добавлять в ванну и применять как вот физиотерапевтическое воздействие то есть полностью принимать в ванну и воздействие горячей температуры и соответственно вдыхание паров эвкалипта дальше что еще из аромотерапии рекомендуется рекомендуется масло чайного дерева тоже помогает прочистить нос то есть обладает противоотечным действием а значит восстанавливает носовое дыхание здесь общее воздействие на организм то есть несколько капель буквально 5 капель нужно добавить в горячую ванну и просто ее принять в ванну в течение 15 минут а затем просто сухое тепло то есть либо тепло одеться либо лечь под одеяло вот такое совместное физиотерапевтическое влияние плюс аромотерапия показывает хорошее противоотечное действие на слизистую носа опять же то что можем использовать то что уже есть в готовом виде это опять же устройство долфин посмотрите которое содержит уже в себе определенные ароматические компоненты и вставляется непосредственно в два носовых хода и таким образом можно дышать и применять аромотерапию опять же это эфирное масло эвкалипта это ментол который тоже способствует облегчению носового дыхания камфора про которую мы сегодня уже говорили и хотелось бы отдельно сказать про камфору что камфора она увеличивает прану это опять же мы сейчас разбираем с аюрведических так скажем позиций дает ясность уму и снимает головные боли ну и в самом конце нашего сегодняшнего вебинара хотелось бы остановиться на как мы обычно это делаем на основных индексах аппаратно-программного комплекса видопульс которые могут подсказать о наличии вазомоторного ринита хотелось бы сразу сказать что конкретно определенных маркеров мы не увидим мы видим определенные показатели которые при наличии клинической картины анамнеза могут также помочь вот в диагностике данных процессов и соответственно опираясь на эти маркеры в динамике мы можем отслеживать состояние ну прежде всего что хотелось бы отметить это напряжение по первому меридиану напряжение по меридиану легкого далее если мы посмотрим на вкладку неданосупдоша то как правило при ренитах аллергических ренитах прежде всего будет наблюдаться тхакакап и совсем уже не специфический маркер это соотношение между собой двух тхату да это да на тхат это раса и ракта посмотрите вот такое вот между неравноправие когда идет угнетение расы некое напряжение как раз может быть в определенных отечных воспалительных процессах полости носа вот это все что я хотела сегодня рассказать связанное с аллергическим ренитом лазомоторным ренитом и если есть какие-то вопросы я конечно же на них отвечу всем большое спасибо пожалуйста оставьте свой отзыв вот вы видите ссылку которая здесь перед вами всем большое спасибо приглашаем вас на наши последующие вебинары до свидания